Цель земной жизни человека – достижение вечного блаженства в Царстве Небесном. Поэтому он должен заботиться только о том, что ведет его к этой цели. Самоотверженная любовь к ближним, даже к врагам, совершение для них добрых дел, самоосуждение, покаяние, пост и молитвы – это такие сокровища, которые необходимы для вступления в Царство Небесное, и которые не отнимутся ворами и не истребятся ни молью, ни ржавчиной, как истребляются и отнимаются сокровища, имеющие значение лишь для кратковременной земной жизни. Не собирайте себе сокровищ на земле. Зная слабость своих слушателей к любостяжанию, к накоплению богатств и предметов роскоши, зная, что эта слабость, превратившись в страсть, отуманивает ум и делает сердце неотзывчивым к нуждам ближних, Христос предостерегал их от пристрастия к тленным сокровищам земли и заповедал им накоплять только те сокровища, которые имеют значение на небе, то есть для вступления в Царство Небесное. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. От Матфея 6, с 19 по 21. Поясняя эту мысль примером, Христос сказал, «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». От Матфея 6, 22-23. С пришествием Христа на землю ум человеческий просветился его учением. Царившая до тех пор среди людей непроглядная тьма относительно их назначения, цели и смысла их временной земной жизни рассеялась. Свет Христового учения озарил их и указал им путь, ведущий к вечной жизни в Царстве Небесном. Но если кто настолько омрачит, отуманит свой ум пристрастием к богатству, роскоши и всем земным утехам, что не будет уже видеть указанного ему пути, по которому все должны идти, то он уподобится потерявшему зрение. Как понятие о свете вещественном приобретается посредством восприятия лучей света сетчатой оболочкой глаза, так и понятие о боге и назначении человека воспринимается посредством ума. Если человек обладает здоровым неповрежденным зрением, то для него все светло, он видит все окружающее его, видит и свое тело светлым, освещенным. Точно так же и ум, не омраченный ничем, доступен для света Христовой истины. Но как для человека, потерявшего зрение, все погружается во тьму, и он перестает видеть даже свое тело, так и для человека с омраченным умом наступает тьма, и он теряет способность познавать истину. И если человеку тяжело переносить ту тьму, которая выдворяется вокруг него с потерей им зрения, то какова же та нравственная тьма, которая владевает человеком при помрачении его ума привязанностью к сокровищам земли? Заповедуя накоплять только такие сокровища души, которые ведут в жизнь вечную, Христос коснулся и того практического вопроса, который, конечно, волновал в то время многих из его слушателей. Нельзя ли спасти свою душу, достигнуть вечной жизни, не покидая своей привязанности к богатству, роскоши и всем житейским утехам? Нельзя ли жить так, чтобы и добрые дела делать, и со своими кумирами, сокровищами земными не расставаться? Никто не может служить двум господам Нет, — отвечает Христос, — никто не может служить двум господам, то есть никто не может одновременно служить двум господам с одинаковой к обоим любовью и преданностью. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. От Матфея 6, 24 Так всегда бывает в обыденной жизни людей. Точно так же нельзя быть одновременно преданным Богу, исполняя Его волю, и привязанным к земным сокровищам. Как сердце не может раздвоиться, так не можете служить Богу и мамоне, богатству. Станете усердствовать в накоплении земных богатств, и за этим занятием, поглощающим все ваше внимание, будете не родить о Боге, то есть о подготовлении себе входа в Царство Небесное. А если стремление к накоплению богатств обратится в вас в страсть, то вы и возненавидите все, что препятствует вашему любостяжанию.